Мы живем на реальной земле, и как только случились эти события, мы сразу, естественно, включили свои мысли по поводу того, что завтра или послезавтра в Херсоне вентиль перекроют и так далее. И понятно, что может быть. Ну, вот оно и потихоньку, как говорится, все это дело закручивается. Что делать? Встает, безусловно, вопрос. Значит, ну, 2 миллиона населения. Я не вижу большой трагедии, чтобы привезти качественную воду, в том числе и бутулированную, чтобы снять вопрос, допустим, по питьевому водоснабжению. Крыма. Население Крыма и Севастополя. Не такое большое население, чтобы решить эту проблему. Да, здравница, да, летний период. Здесь ситуация увеличивается. В разы с населением могут там, наверное, и 4, и 5 миллионов отдыхать за весь сезон. Но, опять-таки, это сезон и прочее. К нему тоже можно подготовиться. Это первое, что надо решать. Второе, я абсолютно согласен. Исследования, которые были сделаны, показывают, что, к сожалению, и только там 2-3 небольших места с абсолютно небольшими линзами подземных вод. То есть, в этом плане, я думаю, тоже мы там бобра не убьем. А остается, естественно, это грамотное использование всего того, что мы называем сбором. Это осенне-зимних, весенних, талых и других вод в те хранилища. У нас ведь в этой крымской зоне, если во всем канале у нас там 20, по всему каналу 22 у нас, да, водохранилища, то значительное количество хранилищ именно на территории Крыма. И здесь надо будет тоже посмотреть вот все эти вопросы внимательно через те научно обоснованные системы, которые бы могли здесь бережно осуществить весь механизм. Необходима предметная системная работа. Да, что касается Керчи, несмотря на большие затраты, там, понятно, можно небольшое, совсем небольшое количество воды взять. И с тем, что, еще раз хочу сказать, и с изменением климата, и дефицитным является у нас Северокавказский район, в том числе и наш Краснодарский край, там мы тоже особо не разживемся. А вот все, что касается оплеснительных установок, все, что касается новых, новейших технологий, когда мы говорим о промышленности, о сельском хозяйстве, сейчас нам осталось где-то 115-125 орошаемых земель от того количества, от 460 тысяч, которых я говорил. Ну, вот если взять, допустим, тот же Израиль, капельное орошение, это я занимался в свое время режимами орошения и питания абсолютного большинства сельскохозяйственных культур в уникальном расширении нашего Токском, это, вы знаете, Палатаджич, Красной пойму нашу знаменитую, вот там я 11 лет отработал, это 50 километров поперечники, уникальное это пойменное расширение Дединовское, одно из самых крупных хозяйств, где орошаемых, пастбищ только было 1916 гектар, с двойным регулированием сенокосов 1700 гектар, весь оборот овощной 330 с орошаемой двойным регулированием системы, то есть не понаслышке я тебе говорю, об этих вещах говорю. Вот эта часть, она, естественно, должна тоже приносить свою пользу, не просто, вот, как говорится, там, в раститель пускать воду и по старинке там каким-нибудь ДДН шуровать, значит, а вот, или ДДА, а вот когда включаешь, значит, капельную систему орошения, вот здесь совершенно другой эффект, совершенно другое использование воды, и точно так же промышленность. Продолжение следует...